Привет! Сегодня в выпуске ты узнаешь, что такое тёмная триада, почему её стоит бояться и как себя защитить от тёмных личностей, пытающихся встать у вас на пути. С вами Кравцев Сергей. Это выпуск про тёмную триаду. Дорогие друзья, только задумайтесь, как многообразен наш мир. В нём очень много разных людей. Вы обращали наверняка внимание, что есть люди, кто очень странно одет, есть люди, кто нетипично реагируют на какие-либо раздражители и стрессорные ситуации. Есть множество разных вариантов поведения, которые мы ежедневно наблюдаем в жизни. Возможно, в метро, маршрутке или у вас на работе. Условно, все эти типы личности можно разделить на два типа. Светлые и тёмные. Тёмные типы личностей интересны нам тем, что они могут представлять угрозу для нас. И для того, чтобы они нас не навредили, и для того, чтобы мы могли взаимовыгодно, в первую очередь, содействовать с ними, мы должны понимать, что это за люди, каких поступков от них можно ожидать и как их привлечь на светлую сторону. Да, вы не ослышались, любой тёмный тип личности может содействовать так называемой светлой стороне. То есть, действовать в интересах эмотива, какого-нибудь даже шизоида и любой другой экстравагантный тип личности может получить содействие от того же даже нарцисса. Но в чём суть? Поймите, сам тип личности вы, конечно же, не поменяете. Что такое тип личности? Это некие заводские настройки, которые установлены в нас, матушкой природы, и которые не меняются со временем. Однако, вы можете замотивировать, так скажем, нашего тёмного триадника для того, чтобы он какое-то время поработал на вас. Если вы научитесь мотивировать тёмного триадника, то есть, соответственно, нарцисса, психопата, эпилептоида, он всегда будет работать на вас. Другое дело, что в нашей обычной жизни у нас просто недостаточно ресурса для того, чтобы человек из тёмной триады действительно был замотивирован содействовать нам. По сути, вся техника взаимодействия с тёмной триадой упирается на воздействие на логику человека и на здравый смысл. Таким образом, эта техника, её можно проще всего назвать морковкой для осла. И, соответственно, если вы внушаете и показываете человеку, что ему есть, ради чего с вами сотрудничать, вам содействовать, вы объясняете ему, что только у вас есть какой-то ценный ресурс, то параноял, или эпилептоид, или психопат, или нарцисс, они будут заинтересованы, соответственно, содействовать вам, но только на короткий промежуток времени, пока вы представляете этот ценный ресурс. Однако необходимо помнить, что для всех типов личностей будут разные условия сотрудничества и будет понимание сотрудничества разное. Так, например, если вы сотрудничаете с нарциссом, он в первую очередь захочет завладеть ресурсом. Он не захочет ждать. Нарциссу нужно объяснить и найти достойные причины для того, чтобы подождать, не отдавать этим ресурсам. Классическая ситуация, да? Женщина и секс. Что такое секс для женщины в отношениях с мужчиной? Это, конечно же, определенный ресурс, которым она на определенных условиях, будь то забота, деньги и внимание, или какие-то еще требования, готова поделиться с мужчиной. Что такое, соответственно, взаимоотношения нарцисса с женщиной? Это попытки как можно быстрее совокупиться с ней, побыстрее, побыстрее, как можно быстрее. Это связано с тем, что, как я говорил, нарциссы склонны к так называемому бару. Не всегда, но чаще всего. Особенно, когда речь идет о акцентированных состояниях. И таким образом, нарцисс, находясь в разогнанной психике, а, как правило, ухаживать они могут только, находясь в маниакальном состоянии, они разогнаны и они торопятся все свершить. И они на подъеме своих чувств. И в какой-то момент даже сам нарцисс может поверить, что его чувства достаточно серьезные. Он готов создать семью, завести детей и так далее. Пока он не достигнет депрессивной фазы, или его маниакальная фаза не увеличится, его эго не раздуется настолько, что он не пойдет себе искать еще более королевную королеву, чем, соответственно, нашел в данный момент. Таким образом, поведение девушки в данном случае должно сводиться к тому, что она должна как можно больше оттягивать факт соития с этим мужчиной. По крайней мере, пока не пройдет пик активности его маниакальной фазы. А вообще, хотите лучше всего узнать нарцисса, дождитесь его депрессивной фазы. Будет очень интересно посмотреть на него в таком состоянии. Очень важно в взаимоотношениях с темной триадой понимать, что мотивации и так скажем, тактика нападения у всех типов личности, она разная. И нет одного универсального ключа для того, чтобы открыть психопата, эпилептоида или нарцисса и заставить его, соответственно, действовать в ваших интересах. Но вы должны помнить некоторые моменты, самые главные. Так как вам, скорее всего, представится возможность самим выбирать вот эти ключи и формировать манипуляции, вам нужно просто понять, что для нарцисса, к примеру, игра всегда продолжается в рамках его эго. И все его жизненные мотивации, может быть даже хорошие, к примеру, там, заработать много денег, к примеру, да, вот зачем ему могут быть деньги нужны человеку. Для нарцисса это будет всегда его эго, всегда история про то, какой он красивый, замечательный, хороший, как его уважают люди, ценят люди, какое он производит впечатление, ну, не как на истероида. То есть больше именно направлено на, не на внешнюю атрибутику, да, допустим, как у рэперов, я там супер богатый, супер красивый, супер крутой. А вот для нарцисса направлено больше на его душевное состояние. То есть это именно история больше как про какое-то восхищение, уважение и вот всякие такие вещи. Причем он должен это производить не на огромную толпу, а на каждого индивида по отдельности. То есть когда он приходит куда-то, и каждый индивид выказывает ему вот это вот, к примеру, уважение. Вот такая вот история грандиозности такого, история такого как бы, ну, больше царя, да, не звезды, а царя. Нарциссы очень часто стремятся к таким постам. Она вот характерна для них. Вы скажете, хорошо, Сергей, как же эпилептоид? Эпилептоид, что мне делать с эпилептоидом? С эпилептоидом все очень просто. Для эпилептоида главной потребностью является контроль его всего окружения. Если эпилептоид не понимает, к какой группе людей вы относитесь, ну, он может весьма условно делить людей на хороших, плохих, добрых, злых, на полицейских, врачей. То есть у них всегда есть какие-то логические критерии разделения людей на группы, подгруппы, виды и так далее. И чем больше эпилептоид узнает о вас информации, тем больше он будет спокоен. Базовая потребность эпилептоида – это безопасность и контроль, безопасность окружающей среды. Он должен контролировать всех, кто попадает под его, соответственно, непосредственное, ну, так скажем, владение. То есть он как-то либо с ним коммуницирует, либо коммуницирует с его окружающими людьми. И если только вы попали в поле зрения эпилептоида, допустим, вы пришли знакомиться с родителями, а там кто-то из родителей является эпилептоидом или эпилептоидами являются ваши родители, то тут же вы должны, соответственно, учитывать вот эту потребность эпилептоида. Если это новое знакомство, нужно пытаться дать о себе максимум информации, допустим, вы знакомитесь с боссом, еще с кем-то, но максимально, соответственно, подготовленную под мнение эпилептоида. Соответственно, если вы шизоид, и вы будете характеризовать себя из разряда, я не знаю, чем я буду заниматься завтра, возможно, куплю себе гитару, уеду на какой-нибудь остров, и вот было бы здорово ходить на ней, бренчать на гитаре и ничего не делать. Э эпилептоид не оценит вашего рвения. И эпилептоиды всегда привыкли думать на шаг вперед, и привыкли думать на шаг вперед. Конечно же, для них важно владеть каким-либо ресурсом, это все-таки такие достигаторы, они привыкли завоевывать этот ресурс, поэтому нечто подобное вы должны эпилептоиду рассказать. Это могут быть ваши планы на карьеру, ваши планы на учебу и вообще на какое-то конкретное развитие, соответственно, на конкретную, ну, какую-то цепочку событий должны иметь. Обычно, чтобы поговорить хорошо с эпилептоидом, соответственно, достаточно иметь эпилептоидные качества или нарциссические нарциссы, очень хорошо к ним, как бы, ну, подстраиваются. Истерики несколько хуже подстраиваются на одну-две встречи, их все-таки хватает, пока эпилептоид их не раскусит, и эпилептоиды про таких, Власов говорил про таких, да, он был эпилептоидом у нас, Власов говорил про таких, лучше быть, а не казаться. Вот. То есть, истероид – это всегда человек, который кажется, эпилептоид – это всегда тот человек, который есть на самом деле, и весь ресурс, который у него есть на самом деле, он не будет никого обманывать как-то, им и неприятна сама мысль, что можно кого-то обмануть и сказать, там, вывесить флаг, что ты супер, там, босс, а на самом деле ты не супербосс. Уж если ты сказал, что ты супербосс, то будь супербоссом, говорят нам эпилептоиды. Так вот, соответственно, следующий момент. Если вы шизоид, скорее всего, вы все равно допустите ляпы. Поэтому вот с шизоидом, с эпилептоидами я бы советовал вот что сделать. Просто поговорите с кем-нибудь, может быть, даже с вашей девушкой, с которой вы идете знакомиться или мужчиной, к его родителям эпилептоидам, если они такие, или это очередная встреча, и как-то поиграйте, потренируйтесь с теми вопросами и фразами, которые они говорят. Вы просто должны четко, структурно научиться давать им ответы. Совершенно понятные, совершенно логичные, совершенно безопасные. То есть, ответы не должны представлять угрозу, ну, в первую очередь для вас, и так как рядом с вами находится их чадо, для них. То есть, и точно так же на работе, если вы куда-то устраиваетесь, там ваш босс, очень часто такой бывает, он эпилептоид. То есть, вы не должны нести угрозу. Какая-то угроза может быть. То есть, вы должны быть ответственным человеком, который придет вовремя, который адекватно и логически взаимодействует с окружающей средой. Ну, то есть, если начнется пожар, вам нужен однетушитель, чтобы его потушить. Если, не знаю, то есть, ваши действия по-другому, если не перечислять глупые какие-то последствия, ну, поочередности логические, ваши действия должны быть предсказуемы, это раз, а два, они должны быть безопасны и логичны. Вот тогда вы идеальный, ну, работник и вообще коммуникатор с эпилептоидом. И не факт, что это есть на самом деле, да, но если вы хотите скоммуницировать с эпилептоидом, вы в первую очередь должны показать ему это. Потом, у эпилептоида есть главные четкие задачи, от которых он не будет отступать. Поэтому, следующая ваша задача в коммуникации с эпилептоидом, это в первую очередь сделать так, чтобы вы помогали ему осуществлять вот этот контроль. Если это чистый эпилептоид, так или иначе, он работает в каких-то структурах, где он что-то контролирует. Соответственно, вы должны научиться с эпилептоидом взаимодействовать, чтобы что-либо контролировать вместе с ним. Тогда будет все хорошо. И, соответственно, вы с эпилептоидом будете замечательно взаимодействовать. Но, опять же, вопрос. Вам нужно найти этот ресурс, которым заинтересован эпилептоид. Вам очень повезло, если вы девушка, и он пришел там за сексом, за отношениями или еще за чем-либо. Эпилептоиду, в принципе, можно выставить счет. Ну, так вот, условно говоря, да, очень внятно намекнуть на те, или даже сказать в каких-то местах открыто, на поочередность тех поступков, которые он должен сделать, чтобы заслужить от вас секс, какую-то рабочую коммуникацию, там, я не знаю, чтобы вы ему помогли с каким-то делом и получили за это вознаграждение. То есть здесь лучше всего озвучивать максимально понятно. Эпилептоиды ни в коем случае не любят, не любят людей, которые все усложняют и как-то очень так двухсмысленно говорят. Если уж вы решили говорить двухсмысленно, постарайтесь сделать так, чтобы в вашей двухсмысленной фразе все-таки главенствовал один важный смысл. Ну и в заключении осталось рассказать о психопате. И, соответственно, мы немножечко в одной как бы колоночке затронем и психопата, и проноява. Чем же интересен психопат и пронояв? Да, собственно говоря, тем, что у одного, ввиду отсутствия эмоций, да, и отсутствия какой-либо, ну, как вам сказать, именно чувственного восприятия этого мира, да, и какого-либо его чувственного понимания отсутствует, соответственно, такой фильтр, так скажем, способности к достижению цели. Это такой поезд, который прет на пролом, и там даже, где эпериптоид бы остановился, к примеру, ввиду просто того, что, ну, так нельзя делать. Ну, у эпериптоидов есть четкий свод правил, как можно делать и как нельзя делать. Если эпериптоид считает, что, ну, в принципе, в целом людей убивать нехорошо, ну, вот на войне убивать людей можно, к примеру, как правило, там для эпериптоидов есть какие-то, да, исключения, но вот в обычной жизни людей убивать плохо, то если эпериптоид не находится в какой-то своей эпериптоидной ярости, да, если хотите про физический конфликт, какой-нибудь видеовыпуск, чтобы я написал, что такое эпериптоидная ярость, что такое ярость социопата, где он может, соответственно, навредить физически, напишите мне внизу в комментариях, а мы продолжим. Так вот, в обычной жизни эпериптоид не склонен к убийству. Психопат, если ему это надо, он может пойти и на убийство, совершенно без зазрения совести, пойти на нарушение какого-либо закона, или просто на нарушение общих моральных, этических норм. Если ему нужно заниматься сексом за деньги, или ей, она будет ради достижения своей собственной цели заниматься сексом за деньги. И парнояр. У него фактически то же самое, только присутствует главная сверхидея, и у него могут быть эмоции, у него может быть все что угодно, он может быть самым разным, но для простоты понимания, вспомните Роберта Де Ниро из фильма «Таксист». И вот все будет проходить через призму вот этой сверхидеи. Она ее как бы фильтрует, и, соответственно, на выходе выдает нам ну, как бы действие парнояла. Поэтому, если вы хотите взаимодействовать с парноялом, вы все свои мысли пропускаете через его сверхидею, а сначала ее выявляете. А если вы хотите взаимодействовать с психопатом, то в первую очередь учитывайте, что это человек, который очень холодно и расчетливо поступает. И если у него не намешаны какие-либо другие типы личности, это достаточно чистая психопатия, то вы должны просто действовать, исходя из логики, из жесткой логики. Не то, что делать, обещает вам человек так, как они могут врать, и зачастую врут, ради того, чтобы, соответственно, достичь какой-либо цели. Но и, соответственно, ну, так скажем, вы должны вписать в эту логику, в их логику, в выгодную, да, в какую-то стратегию, ту цель, ну, чаще это материальные какие-то цели, которые они хотят заполучить, вписать ваши какие-либо мотивы. Есть отличный фильм про такую, ну, кто-то говорит, она психопатка, кто-то нарцисска, и вот вам такое домашнее задание для этого видео. Называется «Люби их всех!» фильм. Посмотрите этот фильм и напишите мне, кто такая главная героиня, и ваше впечатление о фильме. Может быть, я когда-нибудь сделаю на его обзор, но я хочу, чтобы мои постоянные зрители посмотрели этот фильм. Фильм в любом случае очень хороший, наш русский, российский. Я очень редко смотрю российские фильмы, однако, вот, этот фильм, если вы изучаете психологию, он достоин вашего внимания. А с вами был Крафтов Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас жду всех на своих консультациях, а также в своем инстаграме. Да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok